сегодняшний у нас урока по таре и все очень легко тем очень простая вторая тема святыми будьте к души нкию вот оказывается здесь есть секрет как быть святым хочешь быть святым пожалуйста но святое это как бы это святоша такой одет в какие-то белые ризы такие с ходилом вот свят 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 это в церкви так батюшка освещает что такое свят непонятное слово свят свет что такое у нас это все у евреев гораздо проще хочешь быть святым пожалуйста уважай папу с мамой соблюдай субботу не присылай к женщинам еще немножко и все уже свят ну как просто да так что кто значит может хочешь быть святым человеком пожалуйста храм и это не надо быть в монастыре монастыре как пишет рабиуда леви люди вначале чувствуют себя очень возвышенно сидят свои келья так думать а потом будет надоедает человек не создан для этого человек создан для того чтобы быть среди людей жениться детей иметь если себя этого лишает невозможно потом он ищет выхода всей своей энергии и не всегда находит правильную так что это как бы тема будьте святые такой призыв душем кию будьте святые звучит очень претенциозно тыми можно ли быть святыми да можно можно быть святыми и кстати это непосредственно связано с сегодняшним завтрашним днем у нас на календаре день независимости я маатс маут праздник большой и как говорит любавический рыбе не всегда надо читать газета что происходит в мире можно смотреть в раздел недельную главу тары и там все написано как здесь написано ну не совсем написано написано так все что у нас это носа день независимости это день создания государства ну независимая не как бы хотелось чтобы было бы независимой так много зависимая от европы это штатов но все таки и сказано так вот хотите быть независимы хотите жить своем государстве значит надо что-то нам напишет покупайте танки и самолеты тоже конечно нужно но написано здесь у нас глава восемнадцатая это раздел после смерти я харемот говорит там соблюдайте мои законы и выполняйте их потому что если вы их не будете выполнять он говорит ваша наша земля страна израиля вас ну вот я не знаю как по-русски правильно говорят когда человек блюет да так вот а с вами страна их отрыгнет вас страшная угроза сказано так это глава восемнадцатая астрофа двадцать восьмая было таки алицет хэм бита амат хэм вот так а шеркака это гой а шерниф не хэм нахи это очень как вы можете прямо новое слово здесь учить нахи это как говорят по-русски вырвать но это не звучит что-то вырует как будто вырыть страницу имеется ввиду выбливать отрыгнуть она вас выплюнет также как она выплюнула те народы которые раньше были здесь всех она выглянула что потому что эта земля она терпит совершенно определенный порядок жизни то что написано в таре тара она как бы эта инструкция как жить в стране израиля это не отдельно идет жизнь в стране израиля хорошая земля и выполнение тары или нет если не делаешь одно все в конечном счете окажется где-нибудь в германии на украине не получится тебя жизнь здесь так что вот это как бы секрет независимости чтобы было у нас независимое государство надо выполнять законы всевышнего ну что будет что будет а если мы не выполняем сколько людей не выполняют ну говорят о богу он долготерпелив но когда-то его терпение кончится поэтому мы здесь очень усиленно работаем над тем чтобы не стали выполнять потому что для этого есть наш махом мир если знаете правильно перевести институт света посвящает людей центра просвещения людей вот она как бы созвучно со святостью просвещения посвящает людей чтобы быть святыми надо знать надо учиться это не так просто хотя в принципе будет очень просто любви и уважай папу с мамой и хулиган не обманывай ниша запрещенные вещи соблюдают свободу все это так это по ходу тела и все и так вы соблюдете независимость ну прежде чем мы придем к этому ко всем этим деталям как надо быть святым вы правильно всегда начинать с самого начала у нас это начало это раздел вот так получилось на этой неделе сразу две части тары после смерти и святые иногда так шутят наявите особенно это хорошо звучит так ахара и модки души ахара и мод это первая часть души мы это вторая часть лет после смерти святые это же известно так живет при жизни никто не обращает внимание так живет довольно тяжело умирает друг его начинают слова словить вспоминать и все все это конечно тоже нехорошо человек должен если он заслуживает пользуется должен пользоваться славой уже при жизни хотя на настоящие люди они не ищут славы если он ищет славу он уже не кодошу он уже не царь и минусы чахара и мод к души и вот здесь поэтому как бы и поскольку мы поняли чтобы того чтобы иметь право жить на этой земле а земля сама решает кого она хочет кого они не хочет это странная земля такая не хочет найти выкинет выплюнет это молодучи законы которые на театре будет и вот здесь а ахара и мод тоже это надо поговорить после смерти двух сыновей а рода возвращает нас действительно как ко всем этим событиям когда это было после смерти когда они умели дату помните первое не сана второго года у нас же отчисление идет вот исход из египта первый год исхода из египта это когда вышли из египта а на второй год построили о эль-муэд мешкан скинью завета первого не сана его возникли так что умерли они первого не сана правда как мы знаем это уже было в предыдущих главах большинство мудрецов склоняется том что это не было такая все это не было такая смерть обычная а смерть необычайная их сразу вознесли себя на небеса высокие миры потому что были людьми праведными хотя совершили некоторые необдуманные действия вот тут надо сказать когда написано после смерти значит там сказал то-то и то-то сказала шерп сказал муж и муж и передал народу такие такие-то слова поэтому можно сказать вот часто что мы учим это как бы отголосок того что они совершили из чего не умерли поэтому сейчас мы изучим что надо делать ему помимо и этого не делали но это не совсем так есть такая поговорка я уже не знаю сколько ванны языка но древняя поговорка если кто-то говорит что это было после чего-то не обязательно поэтому знаете после этого не обязательно поэтому поэтому можно говорить сюда сказано после смерти после смерти сказал муж и как у нас здесь начинается после смерти двух сыновья рома сказал лучше на самом деле это более всеобщая в инструкциях начинается так вы добро чем им уши охары мощный дней арон когда не приблизились и передашем и там и умерли приблизились к шему вау то опасно приближаться к шему верно да вот такое сложное предложение мы сейчас приведем и по ходу дела обучимся некоторым словам в истории и учебника законов так он говорит так понятно что сыновья аарона которые умерли погибли сгорели на работе правильно очевидно где они умерли святая святых кодочку даже мы уже говорили об этом что кодочку дащим святая святых это последнее отделение храма или быть мигдаш есть общее кодыш святое место и за заловесью есть святая святых там находится арон кодыш там находится ковчег завета и главное что находится в ковчеге завета или быть мигдаша находится эти скрижали завета называется идут вот чем как бы святость особенно что в эти самые скрижали завета они первый раз были изготовлены самим ашемом то есть не не человеческого не естественного происхождения второй раз те что хранились в мешкане это были изготовлены уже мошера бейну но написано было все равно пестом божьим то есть понимаете там хранились и какие-то вещи которые происхождение было неземное имела особо особой святость и кроме того как мы знаем там было два хирургима по-русски приводится адекватно на иврите от крови им просто сказать хирургим никто точно не знает как это было даже вот я говорят были церковные шествия может быть даже сейчас в россии ходили с рубинами несли хирургимов то есть изображение этих ангелов а оказывается что этот сейчас увидим я вот принес книгу с иллюстрациями что между этими на на крышке арун кодыша было два хирургима и там было пространство между ними такое может стать метафизическое пространство не человеческое не от меры сего через которое ашем общался с мошера бейну там описывается мы читали как голос попадал с неба впрямо в оель моет все то это все то это помещение проходил через и пространство между двумя этими хирургимами и дома мужа это слышал мужа это слышал причем тоже голос был звук был регулируемый то есть был сильный голос мужа слышал никто другой не слышал она как бы вот это тоже какая-то уже загадка я бы сказал как это акустики как это можно сделать так чтобы звук стал звучать с неба уже должно было бы звучать когда он попадает с неба вот попадает на нет это не было слышно попадал с неба бесслышно и скорее всего так озвучивался внутри между двумя этими хирургимами и выходил уже звук который мошера бейна слушал ну говорят что звук был примерно так как он звучал на горе синайской там это весь народ слышал а здесь нет доходил до стенок мужская даже этого самой первого кодочку дачи и дальше не проходила то есть это какая-то снова загадка вы все понятно что это все не от мира сего это все метафизика не физика физика это материально это что было нереально как я уже говорил в свое время об этом пишет рабью до леви нула а с чего это вот голос бога слышит вы же говорите что бог не человеком какое-то существо а какой него может быть голос а вот вы попались а за счетки вы евреи говорите что он у вас неодушевленный плюс-минус бесконечность а вот он на вас говорит голос у нас вы еще не как бы не избавились а полностью от языческих представлений что бог это какая-то сущность какой-то человеческая личность иначе как он говорит голоса рабью до леви отвечает он синтезировал этот голос синтетический голос мы все это знаем и лишь в небо как называется в машине да и с тобой говорит а можно же сейчас набрать каким голосом я слышал старшина один него страшно говорит это со мной не дают инструкции куда повернуть или приятный женский голос как у то так что ска тоже был уху понял что людям надо услышать так он сделал это никакой никакая не проблема синтезировал звук а уж только скоро он синтезировал этот звук здесь в льмо это сделать так чтобы слышал только машина бы где происходил синтез синтез как бы обработка эти воли а воля шима синтезировался определенные звуки голоса и прозвучало через вот как раз вот здесь у меня есть очень красивая иллюстрация которая нарисована нашим земляком цариком смеховым вот это вот так видно нашим зрителям по ответе вот этой круги но правда как бы никто не видел как они выглядели разные есть а концепции тоже только с этим никто не спорит потому что знаете это все эти изображения они выставлены недалеко от арсины плача и люди со всего мира ходят раввины и все и принимает это мы не утверждаем точно как это потом машин нам скажет видите там есть какое-то пространство между этими хорубины вот там через это проходил голос ашема и звучал здесь вы видите ведь эту завесу да которая отделяет называется порох это кто знает разницу между копоры и порох это звучит похоже так я вам скажу тоже это вот как бы у нас их без ликвидации безграмотности к пор это верхняя часть этого шкафчиков который находился кижа лизавета капорот это крышка рон кодыша а порох от вот это вот это здесь вот видите вот на все это пару это зависть большая зависть и не просто сейчас мы посмотрим как это все происходит какое это имеет отношение к тому с чего я начал вроде будьте святыми можно быть святыми вот еще там у нас в этом разделе свет будьте святыми сказано еще очень такая важная инструкция возлюби близнего как самого себя это стало общечеловеческим принципом как это связано вот так это связано а если это все не делаешь да и все это не знаешь и не занимаешься этим то твоя любовь она ничего не стоит все любовь должна быть не потому что я у меня такие эмоции положительные а потому что это обязанность вот как соединить обязанность с удовольствием поэтому мы учим тару когда говорят надо любить по приказном порядке конечно это вымученная любовь не настоящая а вот когда эта часть общего твоего мира в этом ты живешь тогда это естественная любовь но она не сама по себе я говорю одни говорят этого я люблю того я не люблю нет надо любить всех знаете есть я несколько отвлекусь а потому что вошел бы понять что вот христиане говорят что у них это принцип вообще возвезен святой то возлюбить него как самого себя а у нас это один из 617 заповедей составная часть это комплекс как нельзя то же самое компьютер собрать и забыть какую-то деталь или собрать взять одну деталь главную экран и показывает все эти 613 частей составных собрать тогда это работает тогда видно поэтому я говорю значит сказано будьте святыми возлюбив ближнего как самого себя надо учить эти законы вот здесь поэтому я не случайно выбрал эту иллюстрацию очень красивую согласитесь до красиво нарисовано почему потому что с этого именно и начинается наша глава ахара и мод ахара и после мод смерти смерти этих почему они подошли пришли вот в это место точно попали в это место но они не выполнили как бы не выполнили как минимум одно необходимое требование которое позволено выполнять который необходимо выполнять для того чтобы быть здесь и быть живыми это делается один раз в году одним человеком это понятно то мы знаем что это за один день это емкий пур и не скупления одним человеком коэн году главным главным коэном но не только сказано здесь вот нас как раз этого и начинается наша глава говорит надо чтобы было бы анан браке by анан и ре оля копоры она она если вы знаете это аноним это тучи облака ну какой здесь у нас тучи облака это как сказано это турина скажу . облачко от воскурение только когда в момент когда ты приносишь воскурение в этой кодочку чем емкий пур эти воскурения специи приготовленные определенным порядком по определенному рецепту только тогда ты можешь обратиться и зайти туда кашем вот есть такой закон как бы можно разобраться что именно понятно это воскурение у них определенный запах то но там больше чем запах там очень много тонких деталей всего это вы знаете почему говорят что что такое запах раях запах это раях а душа дух это руах вот почему возносится самом тонком месте самом метафизическом месте отдаленном от реального и жизни ты приносишь руах воскурение чем воскурение совершенно определенного рецепте составлен как бы как как в аптеке столько-то граммов этого столько-то граммов этого если ты не сделал все можешь умереть там если это все не сделал и причем говорят что вы только достаточно тот сам человек который приносит он должен быть на соответствующем уровне вот как здесь старее все записано все эти порядки так он должен соответствовать потому что было время как знаете разрушен было этот храм последний был разрушен семидесятом году уже новой эры а до этого некоторые как бы эта должность была очень почетная как президент израиля и люди покупали это за деньги он олигарх ну он кое то но он богатая семья все вот хотят чтобы вася был главным коем как это сделать надо заплатить деньги все заходили туда объем гиппур и там они умирали но уже не как сыновья ровно умирали просто потому что непотребный человек сколько грехов она не может он должен быть чисто причем поскольку никому нельзя заходить сюда только коэн и готовлю ты ему заранее привязывали к ноге веревку чтобы можно было его вытянуть оттуда да а после того как он умирал настоящий коэн заходил туда или нет тут есть заместитель скан на клане то есть заранее было подготовлено кто был не надеюсь что у этого заместителя готовили уже по другим критериям понимаю что с этим почему почему мучим лично я до понимая что коэн первый священник даже если он очень хороший человек но если нет с ним что-то может случиться на инфаркт инсульт что-нибудь другое немолодой человек поэтому всегда готов заместитель который также находится сейчас увидим что он стоит рядом с коэн готовим а почему не если он умирает тогда сразу и заместитель который вы спросили кто-то вместо него приходит да если вы заместитель заранее готова учитывая то что все может произойти скорее всего как вы понимая что коэн годоль как бы он ни старался возможно что-то у него есть за что он не достоин попасть туда готовили ему всегда замен как бы друг его дубль и еще присадил сразу за одну другую а если 2 тоже как выдержал критики на это кого не было довольно сложно было значит вот это очень как бы важный волнующий момент и теперь давайте вчитаемся немножко подробнее во всю эту операцию правда здесь значит то что нарисовал у нас это все это изображение которое хранятся как вы знаете исследовательского институте мигдаша махона мигдаш старом городе иерусалима там находится эта часть из вас ходила на ней нарисовано это с применением иерусалимскому храму есть правда рисунки здесь вначале как это было в шатре передвижном шатре которым пользовались а до построения в этими дальше но в целом как бы все это ориентируется здесь на на этой рисунке поэтому как бы мы показываем мы смотрим который уже соответственно с того что было но я то тоже все что было здесь во первых все это соответствует тому как приказано в торее и как сказал на пророк знаем что что муамеллах первый который построил этот бета мигдаш и по его следам строили дальше останавливали все это было с одной стороны но размеры были гораздо больше как мы видим уже стоим у храмовой горы и мы знаем мы стоим у этой стены плача которая была западной стеной храма и мы знаем что размеры которые написаны скорее гораздо более скромные меньше то это было как бы увеличенного много раз примерно это идет когда ирод построен завершающий как в этом то было километр на километр каждую сторону километра то есть квадратный километр так 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 на западная сторона естественно восточная зона стан там зубой стороны и у нас когда мы стоим стены плача у нас с правой стороны юг с левой стороны север это интересно да смоль смоль севера это сокрытый цафон это здесь поэтому это очень все так вот значит посмотрим что здесь можем еще интересного набрать из всей истории со служением коэнгадоль это коэнгадоль у нас служит в емкий пур и все это как бы начала отсчета жизни народа израиля когда начинаем по новому это так важно правда нам сказать что мы только что говорили про первое не сам правильно так было установлено окончательно первый мешкан был построен первого не сада а емкий пур это у нас десятого тысячи то есть это седьмой месяц и сам первый месяц считается пути первый месяц это месяц свободы вообще-то тиши это теперь месяц по перечислению если мы берем первое как бы начало года тиши но и другое у нас идет исчисления сначала освобождение из египта начинаем новую жизнь поэтому когда приводится название месяц а ты шире 10 ты шире это насчет десятая тишей 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 седьмой месяц от исхода из египта понятно и что там было мы уже вы тоже много говорили чем так важен этот емкий пур потому что на самом деле в емкий пур было дарование тары как мы помним когда муж и рабы не спустился третий раз с горой синаиской может подниматься три раза первый раз поднялся получил скрижали завета пришлось их разбить потому что там была вакханалия у подножья горы сужили и гелезаву второй раз поднялся просил просить еврейский народ она получил прощение третий раз поднялся для того чтобы получить заново скрижали завета и как бы дополнительные инструкции как дальше жить таким можно всего получается что не был на горе синаиска 40 дней я был 120 дней получается последние из этих 120 дней это как раз и десятая тишей емкий пур день день и прощения и так точно совпадает действительно потому что тот факт что этого десятого тишей в емкий пур мужа рабейну спустился с двумя скрижали им завета это означало что прощен точно так как происходит емкий пур хотя мы знаем что там ашем сказал я вам прощаю но условно знаете есть у до условно-досрочное освобождение так народы заработал удоб сказал ну как бы то что произошло я вам это не забыл это не то что так вот я извините простите все это прощено чего маукнется и к сожалению то ли все несчастье которые происходят с народом израиля это все это это как бы эхо и напоминание того что было да как бы за мы мы же это не делали мы не виноваты но это все связано с концепцией того что он израиль это единое целое и у нас нет конца и начала кончилось первое поколение началось снова поколение это один и тот же народ и поэтому все это взаимосвязано и все это надо помнить чтобы не повторить так вот здесь первое значит я хотел вам прочитать по поводу того как а приносится это это воскурение здесь очень какие-то очень важные интересные моменты сказано так значит вот первое что говорит ашем муше муше передает народу он говорит туда можно заходить только когда ты несешь внутрь святая святых эти воскурения и тогда есть облако вот смотрите здесь видно да такое нарисовано облачье такое изготовил соответствующим образом тогда можно заходить подышка дальше как видите здесь он приносит прямо перед этим херувимами перед арон кодышем и спрашивается ведь мы знаем что после разрушения первого храма этот арон кодыш исчез а построили потом быть амикдаш этого арон кодыша не было скажем ну в чем трудно что ли сделать нечто подобное да все не было специалистов там столяров модельчиков приготовили бы еще в какой нет тут а скрижа лизавета они были богоданные их нельзя было это пустым постоящих стоили не имеет смысла да поэтому этого ничего не было куда он приносил тогда все это все это было то есть это конструкция все это было куда же coin году приносил эти воскурения а в пустое место какой но не совсем пустое ведь видите здесь у нас есть такая как бы площадка такой часть бетона или еще что-то на котором стоит арон кодыш на самом деле это не совсем такая каменная плита возможно так была обработана эта верхушка арамурия арамурия ведь весь этот храмовый комплекс построен на вершине арамурия там где исхака был принесен вот это вот это самое место все самое священное место поэтому она осталась и и хотя как бы этой второй святости то есть первая святость это в том что принесли сюда исхака был готова принести себя взятого во имя ашема и эту святость постоянно это арамурия место святое само по себе вторая святость изготовлена уже человеком скрижали завета который задумал маша рабы и на написанном перстом божьим этого уже не было но все-таки в первая святость была и поэтому здесь как бы за отсутствием воды интересно то казалось бы если все это так условно фикция то есть сварганил сбил ящик там я не знаю без гвоздей на клюю все красивое изготовил все это ее стоит такая вещь это нет их крови мне были все это должно быть именно так тем самым которое было во времена муши рабы иные арона если нет то вообще лучше не на память это очень интересно доказалось все можно заменить то еще лучше можно сделать нет нету начни вообще нет это в какой-то степени меня наводит на мысль об этом аром кодыш и который у нас есть в бет медраж это вы обратили внимание да это огромный кодыш вот это аром вообще на иврите шкаф просто шкаф святой шкаф я думаю что на самом деле как бы первоисточник понятия арон не арон не арона ароны как шкаф это отсюда потом уже как бы другие есть арон и вот этого чем он интересен а он очень древний сравнительно древний то есть он был изготовлен в белоруссии да тут который у нас есть на стандарт на на втором этаже да он был изготовлен беру в беларуси в девятнадцатом веке в середине двенадцатого века и переведем израиль под некоторое время он служил там в белоруссии по синагоге местной и потом потомки этого раввина аравин был непростой аравин был из учеников виленского гаона так что у нас на можно сказать находится этот арон кодыш она находится там он не простой он как бы продолжение сила виленского гаона потрясающая вещь после когда будете на молитве сейчас минха подойдите посмотрите там по моему даже табличка написано написано равва обрам и тенге и тенге который преподает гимару он написал даже целую книжечку который рассказывать всю историю как это самое оказалось а у нас оба махом мире подарили часть потому что это как бы когда тот кто хранил этот арон кодыш увидел что строится здесь махом мира потомок того самого раввина он насчет то решил пожертвовать это махом мир и когда потом когда значит принесли все таки слушать это когда его привезли сюда это 150 лет примерно то во первых конечно вся древесина сохранилась очень интересно я принесу вам брошюрку посмотрите там есть фотографии как различных как бы теперь их ступеней реконструкции реставрации это собрали все было в основном хорошо поразились и качество дерево такое писать в белоруссии какое там было дерево какая-нибудь я не знаю там сосна сена что все сохранилось но все-таки надо что-то подремонтировать какие-то детали исчезли надо было кто реконструировал два специалиста из россии алим хадашим которые приехали как раз тому времени они один было действительно стали стали реставратор но прямо в точку а второй было архитектора ну тоже специалист это мне напоминает поэтому как вот когда надо будет знаете еще ищут где этот арон кодыш находится если найдут ну скорее всего сохранился если нет у нас есть специалисты реставраторы которые все это так это то что самое главное все таки это не сам арон кодыш очень важный а главное то что было внутри начинать найдем арон кодыш первым что сделаем поднимем эту крышку капорот и посмотрим скрижали внутри все в порядке можно его можно строить битамигдаш потрясающе и вот здесь это вся эпопея которая рассказывает как это все приготавливается и как это на самом деле ведь начинается с чего что только когда человек коинга доль приходит в столбу этого воскурения только тогда один человек раз в год может туда попадать потому что это на самом деле как бы что это как бы как квалифицируется это место самое близкое место физическое какашево потому что голос его звучит здесь между этими грубимыми . к самая значит а вот здесь то хочется там мы ближе всего находишься к нему это как попасть в нашей жизни в донайден в райский сад на такое же состояние не каждый может туда попасть вот здесь еще показано еще одна очень интересная картинка у нас рядом поменьше когда эту большую картинку на развороте видите рядом есть небольшая картинка видно человек идет довольно поспешно из двух сторон у него в белом да ну понятно суждение на было бы в белом его в двух сторон у него вот это за за на висеть и и он еще от руках как раз вот это воскурение ведь это воскресенье как сапки а в руках у него это посуду в которую эти воскурения находится сейчас он придет и он значит принесет их печать описывается это так значит он заходил значит почему были эти две зависи храма дело в том что в первом храме который построил шума мэнах это было стенки такие и стены были построены из камня точно не знали как они строятся и поэтому снова вместо того чтобы от себя что-то делать просто вместо этого устроили эти две занавеси важно чтобы попасть в кодышка нашим тоже нельзя напрямую да просто развинул эти самые разве зависит зашел внутренне заходили со северной части до северной части в конце этого полога ведь это самого того полога прикасался вот сейчас показать правда это будет звучать чуть странно но интересное слушал научные исследования они пытались объяснить что сам ковчег это самый мощный изолятор был на то время как он построил он собирал внутри себя энергию и не зря кое должен был одеваться в лен потому что лен это тоже мощный изолятор и получается как бы из одного изолятора энергия приходила в другой и мы можем это объяснить что человек исцелялся и становился более осознанным эти научные вещи они как-то не мешают наш да ну повторять и не написано сам вот вы спросили касается ли это здесь очень важный элемент вот мы видим первое что делает этот кое-кадоль чему причем у заходит туда он стоит то снаружи и вот обратите внимание здесь показано вот здесь две точки до когда эти ручки которые на которых несли до места не выступают выступают то есть вот сейчас мы посмотрим это вот здесь ведь эти ручки они устроены так чтобы они вытачивали немного чтобы они вытачивали так написано да вторее что им должны вытачивать и вызывать какие-то выпуклости образуется на этом порога почему потому что именно это место обозначает где он должен проводить окопление когда он стоит снаружи видите он окропляет здесь не очень хорошо видно как он окропляет должен сперва приносит жертву и крови этой жертвы этот сирен делает одно движение наверх и 2 и 7 движения внизу чтобы точно знаете это место вот это обозначивает так чтобы он попал бы точно также находится с другой стороны он кодыш вот это и мой ориентиром служит эти как бы выступающие части этих переносных как бы 6 можно сказать или ручек сюда касается но не совсем как мы видим здесь когда идет этот коэнгадори вот он идет он вообще как бы там пространство очень небольшое между ними ну здесь даже нарисованы слишком широко но так чтобы он только мог бы пройти он значит таким высоко и севера идет до конца на юг заходит до конца юга то есть представьте себе это как мы можем представить себе где-то центральная часть даже когда мы стоим у котеля западной стены с какой стороны у нас находится святая святых кто знает находится с левой стороны что там есть начинаете там эта пещера такая я свой читает на вот там примерно на внутри там находится там когда вы зайдете там написано что это как место где обозначены на супротив кодышка расчет люди там стараются за подойти на самом деле это еще ниже поскольку вы знаете таковой уровень на котором мы стоим сейчас это всякого рода археологическое поставание вот так как бы я на самом деле это было ниже до гораздо ниже поэтому там вот когда мы идем по туннелям и котеля да это не туннель и на самом деле прорытая как бы грунт который приводит нас к основам котеля и там есть место прямо есть там синагога в этих туннелях котеля есть синагога небольшая которая ходит люди которые были больны какими-то болезнями тяжелыми или жених с невесты приходит сюда это как бы самое святое место прямо стоят между перед этим святая святых будет как здесь это было так как вот здесь стоит от каинга доль правда здесь у нас стена западный сеноплая западная стена храма и там еще нет за стеной да там даже слышно что вода журчит это рассказывает для того чтобы это приблизить к нам что это не какая-то теория далекая это все это все у нас под рукой и вот значит здесь еще скажу на следующее прежде этого первых первая как бы у нас операции которые они совершают это выбирают 1 как есть такое выражение козел отпущения так это не и просто козел отпущения это какая-то функция называется саир лазазель взяли это как бы какой образом очень интересный образ у заказел отпущения все его а зале это от слова as это не что острая то там был такой горный пик недалеко потому что его ведь потом бедного этого скидывали вот вот он стоит на этом а за цели на этом горном горе и скидывает его и он уносит собой все грехи еврейского народа все кончено поэтому когда здесь здесь начали мы почитаем что-то интересное есть несколько как бы жестоко но так это вот такая функция взял отпущение вот на самом начале у нас сказано так стоит этот коэн в начале у него ему должны привести этих двух козлов вот он стоит и он не знает кто из них будет а вот этот козел который обречен а второе значит должен быть принять принесет жертву бы это мигдаше все это как бы рассчитан вот он стоит здесь эти оба казна они друг на друга похожи должны бы совершенно похожи один на другого и рядом как вы видите там на столике у него лежит урна водка у нас на иврите избирательные урны туда куда любят как бросают эти листочки за кого они голосуют называется тем самым словом калпий калпий вся club это карта или еще что-то это калпий называется и там написал два жетона один жетон называет написано нашим 2 написано на зазы наши это все ему то есть это который будет принесет жертву авторит который будет это начальная какая-то степень определенности вот приходит с гана куани и открывает там перед а совы это в этой коробочке каким-то образом и вытаскивает левый правый руку отбить его поднимает здесь правой рукой написано наши и нас таким образом вот это будет этот козел будет для ашема лево это будет вот и написано до зазы и вот здесь как раз показано два заместителя так мы создали с гана куани заместитель в случае если главное первичие денег не дойдет иначе у него будет сразу заместители пожалуй я не знаю возможно это первый прецедент когда есть заместители у главного действующего лица ну и тут все это очень интересно поскольку мы все это говорим как преддверие к следующей главе и у больше времени у нас не останется вот посмотрим значит вот человек как бы совершает это священное действие можно сказать вот он святой сказано у нас ведь вот эта вторая глава называется ведущим кадош это святой святыми будете да потому что я свят вот он святой водку ингадоль понятно это как бы вот это вершина святости ну как я рассказал на самом деле это не так святой человек от любой человек не обязательно первосвященник любой человек который уважает папу с мамой и есть хорошие вещи цыграют субботу и святой так просто быть святым это не то что как бы чтобы куда мне вот хоть бы святым пожалуйста почему дальше сказано потому что весь народ святой весь народ израиля он святая как мы уже знаем кадош это что выделены особо не похожи на других не так как все все да все скажем при пришел человек взял там похавал вытер губы пошел нас нет хочет хлеб на себя начало тебя даем сказал благодаря себя к даже богу хуст и слег хлеб из земли поел произнес целую молитву благодарственную за это еду да вот все это как бы как каждому каждому определенному действию человека это не просто так мы как бы все это оценив ценим до уважаем благодарим машем они как все поэтому сказано здесь в конце нашего первой главы ахара и мод сказано не ведите себя как другие народы вы должны быть особыми особыми в чем самого начала до конца во всем быть особыми не такими как все не просто как бы выпендриваться нет не такой как все а особо мы не и не под не похожи на других потому что более осмысленными все что мы делаем да и как животные которые самые поел попил пошел и все нет понимаю что все это часть служения ашима да если бы не было других народов которые показывают вот эту вот этого голого животного знаете я поймать момента было бы легче тогда еврейскому народу вот эту святость потому что мы столько говорим об этой борьбе это тяжело да тяжело не смотрели на все это которые в культуре сегодня имеет силу было бы нам легче на самом деле наша миссия поэтому мы особые казалось и большим должен был всех такими сделать если было бы гораздо проще но вот значит большинство людей они как бы на хорошем очень уровне люди хорош имеют потенциал могут против него подняться нам стать частью народа а наша задача это помогать им подняться на соответствующего поэтому это как бы как а не все не все становится инженерами не все становится архитекторами и все становятся как бы режиссерами кинофильмов если ты которые учатся и они как бы можно сказать пусть я буду инженером сибуды архитекторами мы знаем жизни это не так поэтому здесь вот есть особая плеяда особая кого-то людей которые учат других относиться вдумчиво ко всем ценностям которую надо жизни а что значит думчиво понимать уважает благодарить и стараться сделать еще лучше ведь задача это не только поесть и все остаться поднять на более высокий уровень как мы говорим если человек ест для того чтобы набить себе брюхо эта еда пошла не впрок если человек ест для того чтобы были силы делать добрые дела в частности делать стару учить стару стоит быть на мигдаш помогать другим людям вот когда значит тогда это та же самая пища казалось бы вот она пошла впрок это надо уметь надо научить не все эти могут поэтому сказано у нас здесь вот это мы первым счет я хочу такой вопрос вот кадош это святой человек ну раньше думали до того как я вам рассказал что святой человек это какой-то ангел божий который порхает на крыльях да но мы поняли что вот я уже не знаю почему переводе на русский язык выбрали это святой что-то вкладывал кто-то переводил кирилл и мефодий до старо-болгарский язык вот какой смысл он там вкладывали когда они взяли выбрали элементы слова святой у нас называется кадош это какое-то отдельное слово хотя на самом деле есть глаголы от этого на гдишь посвятить на русском и посвятить я посвятил этот урок скажем там конкретно памяти солдат которые погибли в войну за независимость израиля но я так не говорю потому что я не знаю возможно плохой урок нехороший не заслуживает их чести ну вот анимагдиш это шургазе лизехр хаялим шинафлу любимых хамота ислая лагдиш так что это как бы имеет практическое применение можно сказать лагдиш это виходное слово поэтому слово само лагдиш и кадош кадош да кадош это особое слово а как как бы в глагольные значения они самым обычным смысле могут использоваться не нечто святое посвятить право по-русски тоже вот поэтому очень удачно говоря даже из них кто-то был евреем или кириллами мефодия то есть он знали это как бы основной поэтому так это перешло из старославянского как как это было значит было секту агента было на на греческий язык перейдено семидесяти старцами еврейскими которыми царь птоломей заставил перевести на греческий язык на древнегреческий язык перевести тару а они уже древнегреческого языка перевели это на языка жители киевской руси поскольку как мы знаем пусть она была киевская вот как бы на языке которые они говорили более-менее старостанове старой славянский болгарский язык поэтому это так это соответственно даже похоже да святой посвятить посвятить кому-то что-то а вот но уже святой это не знаю ничего не означает а вот его мы знаем слова цадык да цадык тоже вроде как по-русски праведный о хорошее слово да это видно разница есть повыша может быть мы знаем так что такой правильный как правильно цадык да чтоб не путать понятия это человек который делает цабек который поступает правильно поступает по-честному он ц12 правильно поступает даже по-русски совпадает правильный и прав и правы до травы это почему сказано правую и нас это очень важно если сказано у нас в псалмах царь Давид говорит «Ямин Ашем, осэ хайр» «Правая десница Божья» «Правая десница» по-русски переводится «Она совершает все правые и великие дела» Вот так это как Хотя мы знаем, что вообще в жизни, в анатомии левая рука, она более рабочая Почему? Наоборот, нет? Правая, да? Правая, да Поэтому говорим, что Хаса должен быть больше, чем Строгость Да, чем срогость Чуть-чуть, чем правильно, да Поэтому это как бы совпадает Есть еще Хасид, правильно? Значит, у нас есть Кадош У нас есть Цадик, есть Хасид На самом деле Нет четкого определения Где-то в учебнике вы не можете Вычитать точное определение этих понятий Оно такое как бы меняющееся В зависимости от того, какой вы вкладываете в смысл Всегда можно найти какую-то статуи Старый, в которой Скажем, Цадик, он близок к понятию Хасида Хотя Хасид, как мы знаем Это человек, который все делает как надо Но еще делает с большим восторгом и воодушевлением Это понятно, да? То есть можно же делать так Это как бы, ну вот, приказом написано Я это выполняю И делаю все это очень точно Так что есть я уже и Кадош И даже, может сказать, Цадик Но не Хасид А Хасид это я делаю с восторгом Я рад, да? Вот это как бы особое качество Которое надо себе воспитывать Чтобы что-то выполнять Не как из-под палки Потому что так приказано Для того, чтобы это было бы И ощущением счастья Что вот, наконец Как бы я смог Выполнить И смогу выполнять Эти законы Которые заповедила Ашем Я помню Здесь такой был Клип Из-за Вот Место, где там Приходит Гиур Показан Байден И там девушка Которая уже служила Здесь в израильской полиции Ну откуда-то Я уже не знаю Там из России, из Украины И там ей говорят Там вот так Создают ответ вопросы И вот, значит И говорят Ну скажи Шма Исраэль Проверить Ну конечно Бог весть Какая проверка Да, экзамен Подумаешь Кто не знает Шма Исраэль Она сказала Шма Исраэль Она сказала Шма Исраэль И от нас Отплакала Просто видно Солдат Самая Полицейская женщина Ну такая Красивая девушка И все И вдруг Она не выдержала И залетала Все Представьте себя Она поняла вдруг Какое у нее счастье Какая привилегия Что она Приобщилась К К Израилю Не к народу Не к евреям Да Еврея Это какая-то Самая кличка Которую придумали Еврея Еврим К Израилю Она приобщилась И к Израилю И она так Это Расчувствовалась И заплакала Слово Хотя мы говорим Цадык Красивая Сам Надо быть Цадык Все делать Бецедек Бецедек Надо сделать Кадош Не так Как все И надо быть Хасидом Делать это С большим Трепетом С восторгом Все это Но все это Как бы Все это По воле Все это Не случайно Как мы видим Есть совершенно Определенные Категории Понятия Если этот человек Не делает А он Просто Как бы Пляшет И веселится А в жизни Он не такой То его Пляска и веселье Тоже неплохо Конечно Но это Совсем Не совсем Не то И с этим Надо приходить К Ашему Вот у нас Здесь Как вы знаете Особенно это Актуально Вопрос О судебной реформе Называется Реформа Мишпатит Я вообще Против этого Понятия Это не реформа Это исправление Знаете Ноябритет Называется Тикун Так она Надо было сказать Так она Мишпатит Но я тоже От этого Не в восторге Потому что У нас Мишпат Это то что Написано В Таре А что Они хотят Сделать Там Министр Юстиции Хороший парень Но видно Таре он не учил Потому что Твоя Его Великая Его Реформа Юридическая Она не касается Основ Тары На самом деле Да Действительно Надо Изменить Законодательство Израиля А какое Должно быть Какое Действительно Исправление Согласно Законам Тары У нас Все это Юридическое Законодательство Все это Все это Записано В Гемаре В Шуханоурхе Все это Записано Вот это Будет Тогда Действительно Реформа А тут Хорошо Какие То есть Вещи Да Так Надо Чтобы Были Правильно Лезер Говорит Что Еще Недостаточно Законы Вопрос Кто Эти Законы Выполняет Если Выполняют Судьи Которые Хасидьим Цадыким Кадошьим Тогда Иисус Получается Это Крылов Я не знаю Обычно Говорят Он Это Все Взял У Эзопа Крылов Все Это Перевел На русский Басни Эзопа Вот Ну Вот Наверное У Эзопа Тоже Есть Там Хотели Квартет Создать Да Ну Там Собрали Плохо Играет Пересадили Этих Музыкантов Так Бас С С этой Стороны Там Тромбон С той Стороны Прочи Тоже Не Идет И Говорит А вы Друзья Как Не Садитесь Все Музыканты Не Годитесь В этом Смысле Я Вот Эти Все Судебные Реформы Я Смотрю Ну Хорошо Теперь Будет Так Выбирать А Судьи Кто А Судьи Кто Те же Самые Люди Вот Таким Образом Главная Задача Израиля Это Совсем Ну Конечно Хорошо Чтобы Были Даже Как Были Наши Не Еврейские Законы Но Чтобы Были Более Менее Справедливые Все Но Главное Это На самом деле Просвещение Образование А Ты Смотришь Кого Они Выбрали Министерство Просвещения Министерство Просвещения Тоже Хороший Человек Ну Так Случайный Надо Было Взять Какого То Карифея Какого Травина Крупного Знатока Скажем Знатока Даже В области Просвещения Современного Почему И Нет Но Причем Знатока В Шухонор Да Я И Все Эти Вещи Вот Тогда Был бы Судья Тогда Я могу Верить В него Полагаться На Его Решение Судя Что Он Не Только Знает Но Сам И Садик И Хасид И Кадош Я Хочу Такого Судя Вот Как Эту Реформу Провести Понимаете Вы Знаете Много Даянов Которые Дозвание Юриста Да Да Даяны Вот У нас Даяны На самом деле Еврейский Даяны Даяны Это Есть Даяны Они Учатся 9 лет Очень Много Знают Я Учился На Равена Скажем Учился 8 лет Ну Не Сразу На Равена Когда Экзамен Сдавать Еще Три Года Ну То Что Они Знают Вообще Это Знают На Память Не Надо Рыться Колоссальные Люди Большие Специалисты И Святые Люди То есть Кто-то Попадает Туда Конечно Никто Не Даст Ему Это Звание Даяны Если Он Знает Что Вообще Непотребный Человек И Все Это Только У Него Знание Это Незнание Это Когда Человек Выполняет Законы Он Связан С Ашем Он По Его Воле Так В этом Человеке Проходит Голод Сашем Тогда Это Судеб Так Что Я Если Вы Спросите Какое Мое Мнение О Судебной Реформе Ну Ничего Я Не Против Но Скажут Что Я В Страшном Восторге Это Не То Что Надо Нам На самом Другие Реформы И Другие Законы Потому Что Если Те Самые Люди Будут Теперь Выбираться По Другому Мало Потому Что Это Надо Человеку Учить Все Должны Быть К души Особо И Как Мы Уже Как Я Прочел В Концовке Первой Части Нашей Недельной Главы Харемот Говорит Будьте Вот Так Ведите Себя А Если Вы Не Будете Вести Себя По Законам Этим То Тогда Страна Вас Не Вытерпит Она Вас Выплюнет Убирайтесь Отсюда Ну Не Выплевывай Нас Сразу Мы Сюда Пришли Как Мы Сейчас Только Начинаем Привыкать Мы Все Это Самое Но Мы Обещаем Что Мы Исправимся Оставь Самое Терпит Потерпит Еще Скажи Мне Пару Сот Лет На Этой Земле Пока Мы Сможем Все Исправиться Я На Себе Об этом И В Торе Сказано О Что Земля Выпинет Потому Что Звов Вот Вот Звов И Возьмешь Эту Жертву Нашараш Комментирует Вот Эта Сточка Что Здесь Дематрия 410 Что Это Намер На 410 Лет Существование Первого Храма Вот Таким Образом Это Очень Важно Понять Что К Душим Быть Святым Это Довольно Просто Да Это Не то Что Надо Сидеть В Монастыре И Ходить В Рязь Какой То Просто Быть Хорошим Человеком Жить По Законам Торы Посмотрим Сейчас Быстренько Пока Мы Приходим Скажем Особенно Я хочу Почеркнуть Эту Мысль Сказано Возлюби Ближнего Как Самого Себя В Афтали Ахакамуха Вот Казалось Вот Это Как Бы Это Пик Святости Это Очень Правильно Но Человек Приходит Сюда В Это Состояние Когда Он Все Все Делает И Тогда Его Любовь К Другому Человеку Она Именно Так И Объясняется Вот Как Был Поговорим Немножко Об Этому Хотя Это Очень Большая Тема Есть В Цфате И Целый Исследовательский Институт Равинов Которые Пишут Книги О Что Значит Возлюби Ближнего Как Самого Себя Там Много Законов Есть Скажем С одной С одной С одной Сной Написано Возлюби Близнева Как Самого Себя А С другой Сказано Самое Что Запрещено Запрещено Ненавидеть А В другой Книге В Другой Вместе Сказано Что Если Встретишь Аслану Как Врага Твоего Который Пал Под Тяжестью Ноши Не Бросай Его Разгрузи Сними С него Ношу Подними Его Кажет Так Ведь Запрещено Ненавидеть Запрещено Не Любить А Кажет Если Вдруг Осела Сам Твоего Врага Как Человека Ты Не Любишь Как Это Может Быть Объясняется Очень Просто Человека Так Просто Не Любить Нельзя Но Если Есть Нем Что То Он Нарушает Законы Тары Внешне Он Такой Святош На самом деле Он Он Нарушает Законы Тары Сказано Надо Его Обличить Ну Найди Способ Как Говорят Сейчас Мы Не Знаем Точно Как Обличать Но Подсказать Ему Направить Его Что Ты Говоришь Не Сам А Если Он Не Хочет Тогда Можно Его Не Любить Тогда Можно Его Ненавидеть Человек Можно Ненавидеть За То Что Он Не Выполняет Законы Тары Причем Это Конечно Не Разумеется И Подставим Одну Ножку Но Негативное Чувство К Человеку Который Нарушает Законы Тары Это Как Б Само Собо Разумеется Человека Нельзя Любить Из-за Того Что Нему Из-за Рта Пахнет Плохо Или Еще Так Самая Ну Многие Причины Которые Я Не Люблю Это Нельзя Любить Надо Каждого Человека И Тем Не Менее Если Продолжается Любовь К Этому Человеку Что Ты Чувствуешь Что Он Вредит Народу Израиля Каждый Человек Который Не Выполняет Законы Тары Он Вредит Очень Сильно Вредит Народу Израиля И Поэтому Надо Стараться Все Время Активно Думать Как Ему Можно Помочь Чтобы Он Перестал Это Делать На Сегодня Я Думаю Мы Кончим